Мур, привет друг, это Зверько. Вышла на тестовый обновление 1.3.82 и там уйма изменений, поэтому будет целая серия видео. А сегодня расскажу про Бэйна. Прошло немало времени для стародавнего бойца Бэйна и он переживает теперь второй реворк. У меня от реворка сложилось двоякое чувство. Итак, к навыкам. Пассивка. Это по-прежнему круговой удар по огромной области, но увеличили время перезарядки до 10 секунд, оставив прежнюю силу удара. Однако, если ты наносишь урон навыками героям, то КД сокращается на 2.5 секунды, а если по не героям, то только на секунду. Это заставит быть Бэйна более массовым бойцом. Но что в этом не сходится, так это изменение первого навыка. Первый навык. Бэйн выстреливает из пушки настоящим ядром, который рикошетит случайного противника. Случайного, Карл! Так вот, начальный урон слабее, чем был, а вот урон рикошета это плюс 150% урона. Более того, если цель от первого ядра погибла, то к урону прибавляется еще 33%. Но, если идет масс-файт на стопроцентное добивание, можно не рассчитывать. Вот не люблю я рандом в уроне. Зацени, как часто он попадает по одному и тому же персонажу, рикошетом. Второй навык не тронули, и это вполне хорошо. А вот ульта... Здесь надо разбираться. У нас вперед плывут три акулы, наносят хороший урон и уменьшают скорость перемещения на 40%, а скорость атаки на 50%, длиной в 3 секунды. По башням наносят лишь 25% от своего урона. Вот область хорошая, но они плывут крайне медленно. Этот навык точно будет полезен в массовом бою. И всяко полезнее косяка трески, который был в ульте до этого. Пиши в комментариях, как тебе реворк. Не забудь подписаться на канал и поставить свою чудесную лапку под видео. Удачи, друг!